Неожиданно, что такое определение вообще есть. Когда вы будете заниматься геометрией, оно вам будет нужно очень-очень-очень часто. Более того, в некоторых моментах вы почувствуете, что огромное количество задач вот с таким определением очень трудно решить или вообще нельзя, а вот с вторым определением они решаются довольно трудно и весно. Вот давайте именно это, второе определение окружности, я сейчас вам и расскажу. Начну с совсем простой картинки. Представьте себе, что у нас есть отрезок и к нему перпунктикулярный отрезок. Он называется прямоугольный треугольный. Такая компания понятна? Да. Прямоугольный треугольный. Рассмотрим середину его гипотенузы. Вот этот отрезок называется гипотенуза. Гипотенуза. Это называется катет. И это тоже называется катет. Это понятно. Так вот, берем середину гипотенузы. Вот такая очень единственная, все замечательно. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы какое-то свойство, которым обладает этот отрезок? Отрезок, соединяющий середину гипотенузы с вершиной прямого угла. Он действует на две равные части? Ну, то, что эти части равны, это просто по определению. Это называется медиана. Это отрезок, который соединяет решину с серединой противоположной стороны. Каким свойством обладает медиана прямоугольного треугольника? Беситрисий. Беситрисий, она является вот в таком случае. Если у вас на самом деле эти отрезки тоже равны, тогда действительно это под 45 градусов. А если вы возьмете вот такой треугольник, давайте посмотрим. Если у вас треугольник с повеском вверх, то, естественно, медиана тоже повеска вверх. Нет, нет, нет. Это, конечно, не беситриса. Может, она равна одному искать? Равна одному искать? Вот этот отрезок равен этому. Нет. Этот отрезок равен этому. Но вы почти угадали. Чему-то она равна. Она равна половине консинузы? Абсолютно верно. Этот отрезок такой же, как эти два. Давайте поймем, почему это так. Это совсем просто с одной стороны. А с другой стороны это очень важно. Просто когда медиана, или прямоугольный треугольник, тогда много треугольника становится равновесным. Ну да, но почему? А очень просто. Одно из объяснений такое, что вы можете дорисовать картинку, ну, может быть, я немножко приорисую, но надеюсь, что все понимают, где это. Когда у вас есть любой прямоугольный треугольник, можно к нему пририсовать вирожек. И в таком случае мы получим замечательную ситуацию, ребята. Вы сейчас видите в этой аудитории стол. Вот я, например, стою перед совершенно замечательным столом. Он в виде прямоугольника замечательный, понятный стол. А, стоп, а зачем мне стол? У меня же доска. Да, доска лучше. Ребята, вот она, доска. Вот, прямоугольник. Это же просто прямоугольная доска. Если я соединю этот угол с этим, а этот угол с тем предположенным, то будет центр доски. Любой прямоугольник вписан в окружность. Правильно? И, соответственно, у окружности вот эту вот разницу. Вот таким образом, как только мне дают треугольный треугольник, так сразу возникают вот эти вот одинаковые отрезки. Верна и обратная теорема. Давайте, поскольку это очень важно, то я ее сформулирую, просто выпишу потом. Теорем. Если М – это середина стороны АВ треугольника АВС, то есть, если взяли середину стороны, и при этом СМ – половина от АВ, то угол АС В какой? Прямой угол. Угол АС В – 90 градусов. Если взяли произвольный треугольник, и в нем провели медиан, ну, я не знаю, как он выглядит, вот как-то так выглядит. И так получилось, что медиана по длине такая же, как половина стороны АВ. Оказывается, в таком случае это не произвольная точка, а это обязательно вершина прямого угла. Угол АВС будет прямой. Да, прямой, к чему? Прямой, потому что если СМ – половина АВ, значит, треугольник СМА равна пепель. Да. И треугольник СМ тоже равна пепель. Да. И что? АЕСЛЕВАНИЕ 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 Почти все решили. Два треугольника САМ и СПМ равноведленные. Совершенно верно. И значит… Можно равные углы обозначить, чтобы… Внутри углы обозначены. У вас мед есть. Надо обозначить равные углы. Вам правильно подсказывают? Да. Если отрезок СМ равен отрезку АВА, то вот эти вот углы, да, не эти. Не эти. Смотрите, когда у вас равные отрезки, вот этот и этот, то равны не те углы, которые вы показываете. А какие углы равны? Когда у вас есть равнобетонные углы в углу. Представьте, вот эти отрезки равны. Тогда вот эти углы равны. Ну? Углы при основании. Так, так. Так. Так, и вот в основе и это, и это углы. Ну, плохо, потому что вы отметили, что все четыре равны сейчас. Надо как-то… Да, это хорошо. А дальше нужно небольшое новочисление. Давайте обозначим вот этот угол альфа, вот этот вот угол бета и напишем сумму углов всего треугольника. Альфа, бета и альфа плюс бета. Это сумма углов треугольника, то есть 180 градусов. А значит… А значит, то, что альфа плюс бета равняется 90. Абсолютно верно. Потому что здесь два раза встретилась альфа и два раза встретилась бета, значит, получается, это стоит на половинку отставать. Спасибо. Крайне, что это просто. Пополам утерил, да, два альфа плюс два бета равна 180. Какая-то мудрость. А на самом деле, это нам дает потрясающую вещь. Мы получаем второе определение окружности. Я его аккуратно запишу. Да, первое причем. Ну, второе. Окружность с диаметром АВ. Обратите, пожалуйста, внимание. В первом определении мы задавали окружность центра в геральфе. Мы не отмечали на ней никакие точки. Только центр огня. А здесь наоборот. Здесь мы отметили две точки. Единственное, надо не забыть, что они работают в точке АВ и все такие точки С, что угол А, С, В и мой. Пожалуйста, аккуратно это себе запишите. Значит, окружность можно задавать двумя точками. Двумя противоположными на этой окружности точками. Ну, в принципе, вы, конечно, можете надо мной посмеяться, сказать, что если нам даны две противоположные точки на окружности, кто же мешает взять середину отрезка, это будет центр. И после этого измерить состояние от этой середины до точки А. Это будет радиус. Можно, конечно. Но здесь вообще про расстояние ничего не сказано. Здесь определение окружности дано только через величину угла. Обратите внимание, как мы доказываем равносильность этих двух определений. Вот в одну сторону. Если отрезки С, А, Ф, Б равны, и при этом А, Б это один отрезок, то вот здесь вот написано доказательство. Тогда будет прямой угольник. В другую сторону. Если у нас есть прямоугольный треугольник, то надо дорисовать картинку до прямоугольника. Повторяю, я пишу криво рисована, но надеюсь, что вы не получите. Вы дорисовываете до прямоугольника и говорите, что все будет хорошо. Так, договорились? Договорились. Продолжение следует...